Подводим итоги матча УПГ ветеранов ТФК ополчения. Победа ополчения со счетом 4-3 в нашей послематчевой студии Станислав Панков и Дмитрий Эдюшев. Дим, ну вторая победа подряд. Поздравляю. Что с ополчением-то происходит во втором круге? Я не знаю, что происходит. Ну, наверное, как-то пополнили заявку, да, в общем-то, игроками, которые нам подходят по стилю игры. И, наверное, что более важно, нам по духу подходят, да. Собственно говоря, отсюда приходит результат. То есть здесь, в принципе, сейчас у нас играет единая целая команда, поэтому сегодня удалось добиться победы. Ну и, собственно говоря, в предыдущих играх очки за счет этого набирали. Ну вы уже набрали очков больше, чем за весь первый круг. Ну да, в принципе, можно уже, наверное, не ездить больше. Задача выполнена, да. Заявка есть, очков набрано больше. Все хорошо. Будем стараться дальше так же. Ну, во втором круге я имею в виду играть. И такие же сборы, что были. Ну, после такого старта второго круга не начинают закрадываться мысли, что, может быть, ополчению удастся сохранить прописку в премьер-лиге? Да нет, мысли такие не закрадываются. Все-таки нужно быть реалистами. Это будет сделать, ну, практически, наверное, невозможно. Там какие-то совсем минимальные шансы, может, есть. Да, но слишком очень много было упущено в первом круге. Поэтому, ну, тут основная задача – давать всем соперникам бой. Да, и стараться играть в свой футбол. Сын Став, уступил и сегодня 3-4. Ну, в чем видишь причины? В том, что плохо играем. Тут двух мнений быть не может. В моментах, когда надо сыграть поспокойней, наоборот, спешим. Когда надо поспешить, почему-то тупим, теряем мячи. Мы сейчас, на данный момент, я считаю, худшая команда лиги. Не боитесь, что такие результаты приведут вас в зону вылета? Да нет, ну, вылета, наверное, нет все-таки. То есть, команда вылетает? А набирают очки исправно Маракеш и команда снизу ополчение? Не, ну, если туда опустимся, значит, на это и наиграли. А что? Ну, я боюсь, что мы не выигрываем. Что мы не принимаем нужных решений. Вот этого я боюсь. То, что там куда-то упадем, очки. И, прежде всего, стыдно перед людьми, которые приезжают за нас болеть, поддерживать. А очки – это уже дело второе. Ну, какие видишь пути выхода из кризиса, который с февраля тянется? Ну, наверное, логично было бы сменить руководителя. Может, какой-то вектор. Раз данный вектор сейчас не дает никакого развития. Но, в то же время, это был бы, наверное, и самый простой вариант. Сейчас мне в данном случае покинуть свой пост. Но момент очень сложный, поэтому я этого делать пока не буду. Дим, ну, кого-то сегодня выделишь по игре. Наверное, Лысова, покер. Ну, думаю, да. Лысов однозначно сегодня лучше. В общем-то, 4 гола сделал, да. По сути, некоторые, в общем-то, наверное, даже сам. Ну, и я думаю, что сегодня, опять же, можно выделить Альберта. Да, он в некоторых моментах сыграл хорошо. И, опять же, там помог команде. Вот. То есть, у нас, судя по всему, когда мы набираем очки, эти два персонажа однозначных можно будет выделять. Да, ну, наверное, еще сегодня я выделил, в принципе, Артура Лебедева. Он в защите достаточно надежно, да, сыграл. То есть, придал определенную уверенность, да, нашим оборонительным эльдутам. Наверное, вот так вот. Не боишься, что после такой яркой игры в апреле Лысовым заинтересуются команды посерьезнее? Заберут его у вас? Да, пусть интересуются, собственно говоря, им же это никто не запрещает, да. Ну, насчет заберут. Алексей, у нас же не крепостное право, да, собственно говоря. Ну, я почему-то думаю, что он останется у нас играть. Вот, мне так кажется, да. Скорее всего, наверное, так и произойдет. Пускай интересуются. Ну, так понятно, ты сейчас будешь за главного, Сергей Гостев в командировку укатил. Да, по секрету скажу, я и был за главного, собственно говоря. Вот, невероятно. Такой теневой руководитель. Серый кардинал, да. Вот, ну, я здесь проблемы не вижу, собственно говоря. Это уже достаточно давно идет, поэтому трудностей никаких для себя и для команды я в этом не вижу. Последний вопрос. Что посоветуешь коллеге? Вы проходили эту историю в первом круге с большими сериями, неудачными. Вот сейчас у ПГВТР на 4 поражения на старте. Какие, что посоветуешь? Да, я не знаю, вправе ли я советовать что-то там команде ветеранов. В принципе, команда состоявшаяся, самобытная. Вот, я их, скажем так, уважаю. Да, за, в принципе, за футбол, который не исповедует, и вообще за организацию, что, в принципе, это, я считаю, команда там друзей. В некотором плане они, наверное, с нами в этом схожи. Что им так пожелать, чтобы ребята, как говорится, там не опускали руки. Результаты у них однозначно будут. Игроки у них все неплохие. И самое главное, что они играют друг за друга. А это обязательно, собственно говоря, дальше скажется. И победы, и голы придут. Наверное, так. Спасибо.